Всем участникам добрый день. Можно пока включить микрофон и поздороваться немножко, чтобы вы тоже были в каком-то взаимодействии с нами. Будем много общаться через чат. Буду задавать вопросы. Пишите ответы на вопросы в чат. И если есть, будут какие-то вопросы, то вопросы тоже пишите на них и в этом чате. Давайте я немножко расскажу про себя. У нас есть люди в зале, поэтому с ними будет живое общение. Иногда, когда вам будет казаться, что я смотрю не на вас, значит я смотрю на людей в зале. Но немножко про себя и потом много с вами и про вас. Меня зовут Ольга Тимчук. Я психолог, семейный системный психолог. У меня есть опыт работы в детском доме, начиная от дома малютки и до выпуска детей из детского дома. Есть опыт работы с приемными семьями. Есть опыт сопровождения, когда заключаются трехсторонние договора с опеками. Тоже так работала. Есть опыт работы. Знаю, что это такое. И системное консультирование, когда работаю полностью с семьей, а не отдельно с каждым членом. Это немножко про себя. Ну и тогда начнем к нашей теме ближе. Про вранье. У меня есть к вам три вопроса, на которые хочется для начала услышать ответы, чтобы понять, куда мы будем двигаться дальше. Первый вопрос – это вообще, как часто вы встречаетесь с ложью. Второй вопрос – это что именно вас раздражает во вранье, во лжи, в обмане. Ну и третий вопрос, ресурсный такой для вас, что вы хотите получить в конце этой лекции. Пока в чате ответов на вопросы не нашлось, тогда я с участниками, которые присутствуют, немножко на эту тему поговорю. Как часто, что именно раздражает и что вы хотите получить от этой лекции в конце. Ну, хотелось бы. Чего хотелось бы? Хотелось бы более спокойно относиться к этой ситуации. Так. Или как-то, какая-то, чтобы моя ответная реакция, если была, то такая, которая была бы направлена на разрешение ситуации, чтобы не повторялись такие ситуации. Я понимаю, что можно в каких-то случаях не все говорить маме, да, в какие-то конца сказать. Да. А что раздражает? Ну, хочется, чтобы мой ребенок был, чтобы я видел объективную картину, что на самом деле есть, не важно, в плане учебы, там, и еще отношения. Хотелось бы знать реальную картину. Не получилось собрать, чтобы согласился, а не запирался в угол, чтобы не хотелось бы пытать ее убить. То есть, либо научить виртуозно врать, либо говорить правду. Хотелось бы, конечно, правду. Хотелось бы правду. Ага, спасибо большое. Еще есть какие-то мнения. Включайтесь, так будет интереснее работать. Чат тоже молчит. Друзья, подключайтесь, пишите в чате. Ну, желательно, чтобы говорил ребенку правду, когда это касается его безопасности. Это самое главное, мне кажется. В остальном, ну, там, можно иногда, да. Некоторую ложь, как бы, пропустить мимо, скажем так. Ну, бывает, что, да, и раздражает, иногда. Ну, бывает, проговариваем, почему там раздражает, скорее всего. И хотелось бы получить, что, именно, как научиться общаться, ну, как бы, с ребенком, так, чтобы, действительно, когда касается его безопасности, он всегда рассказывал. Потому что ваше время очень опасное. Не чувствовать себя полицейским, который производит допрос какой-то, да. Как-то найти какие-то подходы, чтобы это было конструктивно, чтобы это было не обидно, ни для него, ни для себя. Ага, спасибо, услышала. У нас есть три вопроса, на которые хотелось бы услышать ответ. Как часто встречаетесь с ложью, что именно раздражает в обмане, во лжи, и, ну, там, во вранье, и что хотите получить в конце лекции. Ага, увидела, и Марина написала, что нечасто встречаетесь. Как часто встречается с враньем, личное отношение к вранью отрицательное, и терпимости к вранью подростка хотелось бы научиться. Ну, попробуем, может быть, что-то из этого и получится. Пока слово тем, кто в зале. Ну, мне с раннем сталкивался, конечно, приходилось, детей, но сказать, чтобы сильно так прям расстраивал, нет. Я вот согласен там, вот, с девушкой в чате, что действительно неприятно, когда тебя за дурачка считают, вот, и хотелось бы, конечно, вот, научиться, ну, как бы, самому с собой работать. Может быть, может быть, это нормально, так вот, чувствовать себя другом, вот, но, по крайней мере, хочется, действительно, вот, чтобы, когда дело касается безопасности ребенка, чтобы он действительно знал, что он всегда может написать, чтобы он доверял, вот, и понимал, что, если он с собой, то ему может хуже быть гораздо, что он последствия думал. Ну, вот, как до него донести это дело, вот, большой вопрос для меня. Ну, и вообще, с доверием детей. С нашими детьми, это, да, отдельная история про доверие детей взрослым, в принципе, да. Да, потому что она у них там подорвана уже достаточно серьезно, вот, и как только его настроить так хочется. Спасибо, услышала. А тем, кто онлайн, слышно ли то, что говорят люди в зале? Такой вот у меня вопрос. Плохо слышно. Лучше... Плохо слышно. Лучше повторять или как-то... Плохо слышно. Ну, в основном, запрос на то, что хочется, чтобы ребенок не врал, когда это касается его безопасности, как справиться со своим состоянием, когда ребенок врет и относиться к этому спокойней, и как научить ребенка говорить правду, опять-таки, если касается это его безопасности. Да? Ну, большинство таких ответов. Угу. Детей, которые не врут. И доказали, что это полезный социальный навык, который нам помогает продвигаться по жизни дальше. Ну, если мы вспомним себя, ну, правда, кто из нас не врал в жизни? Ну, правда. Особенно, когда, ну, я не знаю, приходит подруга в гости, вы ей говорите, как прекрасно ты выглядишь, а потом звоните подруге и говоришь, слушай, тут ко мне Машка заходила на днях. Так она что-то поправилась, так страшно выглядит, ну, как бы что-то совсем неприятное, да? Вранье, вранье, но это вранье, да, помогло вам выстроить определенные отношения с подругой и не сказать ей неприятные вещи. Также это касается и детей, да, что происходит с детьми, вообще откуда берется вранье? Вранье берется из фантазии, из фантазирования, которое начинает развиваться у ребенка с трех лет. Вот чем активнее вы ребенку читали сказки, скажем так, или если вам повезло, и у вас есть приемный ребенок, которому читали сказки, то с фантазией у него будет все хорошо, и она будет развиваться, да, начала развиваться у него с трех лет. И тогда мы к фантазированию относимся немножко по-другому, да, это фантазия, это волшебные сказки, девочки-принцессы, мальчики-рыцари, и все они живут в каком-нибудь чудесном замке, сделанном из одеяла и подставленном в картонной коробке, ну что-то такое, да. И тогда мы говорим, что это детское фантазирование, но когда подросток нам начинает говорить, что волшебный рыцарь спас какую-нибудь девушку, мы почему-то к этому относимся не как к фантазированию, а как к оранью и обману, и хотим, чтобы он рассказал действительно, что произошло на самом деле. Здравствуйте, проходите. Здесь еще один такой, да, момент, что если ребенок не фантазирует, ну это такой не очень хороший признак, потому что если мы будем брать абстрактное мышление ребенка в школе, то ему там без этого фантазирования будет очень тяжело. Например, на геометрии, когда нам нужно представить пространственные фигуры, без фантазирования это очень сложно сделать, да, без пространственного мышления, без абстрактного мышления, которое не будет развиваться без фантазирования. Но если в этой части мы ребенка поддерживаем, мы говорим, что фантазирование это классно, круто, здорово, и вообще давай с тобой играть в разные сюжетно-ролевые игры, и, да, ты будешь себя представлять кем-то, а, собственно говоря, врать, в общем-то, про себя, да, что ты не настоящий мальчик пяти лет, а доктор, например, или, ну, охранник в магазине, сейчас дети часто играют в охранник в магазине. Вот тогда с этим сложно. Но это правда очень важно, потому что через игры многие дети осваивают социальные роли и, да, те правила, по которым эти роли потом переходят в нашу жизнь. То есть что нужно делать ребенку, или какие навыки нужны для того, чтобы быть доктором, или, ну, тем же самым кассиром, да, дочке-матерем, ваша прекрасная игра, то есть что нужно, чем нужно обладать маме или папе для того, чтобы быть родителем. Это классная штука, это развивает фантазию, но вместе с тем развивает и способность нашу к вранью. Сейчас подключайтесь в чаты, задаю вопрос, по каким причинам ребенок может врать. Ну, чаще всего это... Боится. Боится. Давайте я буду записывать на флитчатке. Что-то не то сделала, то бывает, да. Боится наказание. Вот, боится. Боится наказание. Еще. Хочет быть хорошим. Да. Вот сюда бы я бы еще, на самом деле, добавила, хочет быть хорошим или хочет соответствовать ожиданиям другого. Вспоминайте все дружно медовый месяц, когда, да, семья только образовывается, новый член приходит в семью, и тогда вот это вот про соответствие ожиданиям родителей, а родители соответствуют ожиданиям ребенка, да, такой прям медовый конфетно-букетный период, и дети в этом процессе, и взрослые в этом процессе, но на самом деле это же, ну, такая большая хорошая иллюзия того, что, да, происходит в семье. Поэтому здесь быть хорошим и соответствует ожиданиям. А кто-нибудь из вас видел ребенка, который никогда не врет? Да. А взрослого, который никогда не врет? Нету таких, нету. Спасибо большое, что включили микрофон и сказали, ну, правда, прям, спасибо огромное за то, что компьютер у нас ожил. Ух, нет, это классно. Ну, это правда так. Чат тоже ожил, есть вариант приспосабливается. Ага, приспосабливается. И еще один комментарий. Хочет настоять на своем, не хочет выполнять требования взрослого. Ага, вот я бы тут, наверное, не хочет выполнять требования записала. Скрыть негативный поступок. Скрыть, вот скрыть негативный поступок, это, ну, это, наверное, броится наказание. Ну, это броится наказание, скорее всего. Ну, наказание такое, я бы, вот уже что-то произошло, да, может быть, не накажется, может быть, он сам там сожалеет, да, ну, не важно. Ну, в общем, может, привлечь внимание к противоположному полу или там свечников, да, может быть, фантазия. А вот еще такой вопрос, скрыть нехорошее, ну, что-то, да, то, что он сделал, скрыть свой поступок, это может быть, соответствовать ожиданию? Ну, это, что-то среднее, между, боится наказание, да, вот, и соответствовать ожиданию, то есть... Реально стоим, да. И тогда это скрыть, да, скрыть свой поступок. Ага, и еще такой вопрос, если никто никогда не видел ребенка, который врет, не врет, говорит правду, и никто никогда не видел родителя, который говорит правду... Чем бы это разрешить, да, да, все равно... Да, можно, в общем-то, можно, в общем-то, собраться и, ну, да, как бы, и пойти. Нет, ну, это право так, потому что хоть раз в жизни, ну, человек, да, но соврал. Хоть раз в жизни, оно такое было. И тогда, ну, про то, что, ладно, оставим одну сотую процента, 99 и 99 процентов населения врут друг другу, и, в общем-то, это, да, некая такая норма. Идем дальше. Не хочет выполнять требования и еще... Привлечь внимание. Привлечь внимание. Угу. Например, у него папа-сантехник, а он вышел на день, у него он директор, допустим. Конечно, да, и тогда мы поднимаем социальный статус папы в глазах сверстников. Или, допустим, они могут говорить, что, а у меня раньше было... Ну, то есть мы знаем, что у них было раньше, да, но они говорят, а у меня там было вообще... Феррари, и Джаста База была там, и, ну, в общем, все там, допустим, какая-то тема, да, могут поговорить об этом. И тогда это про что? Про привлечение внимания или про нету такого... Повышение статуса своего, да. И самоутверждение такое, да, ребенка, что он тоже что-то там, у него что-то хорошее было такое. Угу, самоутверждение. Угу, еще что? Боязнь огорчить, она, наверное, к наказанию не очень относится. Вот это, наверное, сюда, хочет быть хорошим, соответствовать и боязнь огорчить. Угу. А вот еще бывает такое вранье, похоже на фантазии. Это просто, вот, допустим, у меня есть друг, он мне, значит, это, но тут друга нет этого на самом деле. Ну, это вот как бы вот, и это может быть несколько раз, то что не то, что это вот просто он так, не знаю, сам чувствует, или он просто в сентр, что у него... А мой друг скажет мне там то-то, мне мой друг подарит это, значит, там... Угу. То есть какие-то такие странные, вот, это даже не поступок, это ничего, это просто вот так вот, что вот... Без всякой выгоды фантазии. Да, без всякой выгоды, просто фантазия какая-то. Когда это для чего? Вот, ну, не знаю, для чего. Ну, если на том, что с ним и внимание привлечь, и само... То есть все вместе, да, получается, как-то вот так вот, поднять саму, свою самооценку, у меня есть друг, да. Ну, вообще, что у меня есть друг, ну, грубо, да, я не один, а вообще, что у меня есть друг. А еще для чего? Если, допустим, он говорит, что у меня есть друг, и он мне подарит, я не знаю, лизуна на день рождения, допустим, это еще как можно расценить? Про то, что ребенок на день рождения хочет... Ирикает. Ожидание получилось? И тогда это про получение выгоды, на самом деле. Ну, я скажу от третьего лица. Получение выгоды. Есть еще что-то? Вспоминайте своих детей. В принципе, по-моему, какие-то отклонения, когда психологически, когда ребенок врет просто потому, что он вообще в своем мире живет. Это так называемые патологические, да, фантазеры, патологические вруны. Вот это вот они, вруны, патологические, когда ты говоришь там, ты умылся, да, иди умывайся, ладно. Или там, ты же сделал это, да, так иди делай, хорошо. Нет, это вот не хочет выполнять требования, это вот правильно. То есть сначала идет всегда вранье, а потом как бы особо он не спорит, ну ладно, вообще. Ну, раз уж оказалось, как бы, вот если бы мама поверила, сказала, да. Да, но сначала идет, да, вранье, а потом как бы без таких споров, ну ладно. Смотрите, он же не хочет это делать. Ну, он не хочет идти умываться, не хочет идти чистить зубы, не хочет убираться в своей комнате, не хочет делать уроки. Он не хочет это делать. У него родители спрашивают, ты почистил, умылся, убрался, сделал, да. Убраться, может быть. Если дальше не возникает ничего, ну окей, ему же тогда не надо ни чистить, ни умываться, ни делать уроки, ни убирать, ну, ничего не надо. Ну, конечно, молодец, иди, и так далее. Ну, и все, а что, ну, лафу-то гонять все хотят, это же круто, да. И тогда это про не хочет выполнять какие-то требования. Вот если дальше продолжается, тогда, ну, вот, ну, все-таки придется идти и делать. Не прокатило. А еще вот, может быть, хотят убрать соперника тоже, про него плохое что-то говорят. Наговор, наговоры на другом, да? На получение выгоды. Да, и так далее. А вот еще такой, например, ребенка в органах опеки может что-то плохое сказать про родителя. Смысл там какой, внутри какая причина? Вот, ну, я говорю, что, там, я не знаю, мне в органах опеки, я пришла и говорю, не ровите, мне купили машинку. Это очень трудно. Прочнее говоря, более заширенно. Ну, машинка, да. Ну, большие говорят про другие вещи, да, там, мне не купили компьютер, ноутбук. Ну, меня там типа бьют. Не отпустили. Или меня там, это самое, ну, вот такие фантазии. А потом, когда начинают они чувствовать, что им плохо за это будет, они говорят, я все придумал. Это все неправда. Ну, чтобы наказание твоими руками было. Да, получилось, чтобы твоим родителям, да. Ну, не только родители, а, например, празд, вешнику, по-моему, собрать что-то. Это похоже на получение выгоды? Или это наказать, отомстить за что-то, что тебе не дали? Поставить, как будто я не знаю, так, да. Да, то есть, но если за что-то, что тебе не дали, тогда я очень сильно это хотел. Не обязательно там убрать соперника, может быть, там, скажешь, там, а вот, Вася про тебя сказал, что ты такой, там, на самом деле она этого не говорила, в общем. И тогда это привлечение внимания. Либо про то, что я хочу быть лучшим, я хочу быть хорошим. Ну, можно рассорить, и все. Просто так вот, рассорить можно. Рассорить, и самоутвердиться, что я хорошая. А я останусь со своим вниманием поссориться. Ну, выгода есть, да. Да, выгода есть, конечно. И тогда это получение выгоды и самоутверждения про то, что я хороший, и я вообще правильный. И про привлечь внимание. Вообще посмотрите на меня, я здесь есть, я что-то. А вот про то, что умылся, да, умылся, на самом деле не умылся. У меня дочь младшая назвала это враньем и удачем. Ну, как бы повезет, хорошо. Не повезет, не хорошо. Потому что когда готовилась к этому семинару, у меня старший ребенок, младенца, младшая девочка, восемь. Вот тоже с ними, ну, как бы, что, зачем вы врете, ну, давайте, вот, как бы. И разбирали, я потом отдельно скажу, там, чего они назвали для себя. А потом, так вот, вот, вот получение, ну, на удачу, да, это вот, про получение выгоды какой-то для меня. Про то, что не хочу что-то делать и про не хочется выполнить требования. Ну, лень. Что еще? Еще желание впускать в какой-то свой внутренний мир. То есть не то, что он скрывает плохой поступок. Что делала? Читала, уроки делала, ничего не делала. Рисовала, на самом деле. Ну, это настолько ты ее, чем она не хочет делиться. Это только ее. Тогда это такое сохранение личной какой-то тайны, личного пространства. То есть не впускать его внутренне, да? Да. Сказать, что это поверхность, да, такое, да? Чтобы остали. Ну, да. Ну, вот взять вот этот вопрос, да, чем вы, там, ребенок, приходишь со школы, и чем ты занимался в школе? Не помню. Не помню ничем. Да не надо, правда. Не помню ничем. С ребятами, с ребятами, новая тема, там, к какому-то предмету. Ну, во-первых, давайте так, эти вопросы скучны для ребенка, да? Мы их начинаем задавать с первого класса, да, мы их начинаем задавать с первого класса и заканчиваем, когда они... Да, даже и вы, кстати, не заглядывайте. Продолжаем задавать этот вопрос. Они скучны. Во-вторых, если вдруг кто-то, да, вот он говорит, там, ничего, ничем не занимался, или там новая тема какой-то проходила. Ну, новую тему, может, он проходил, но ничем не занимался, неважно. Ну, вот я про сохранение личного пространства, да, был случай в практике тоже с врачом, ребенок сказал ничего, а потом на следующий день классный руководитель в чате пишет, что ребенок принес презерватив, надуло его, и, ну, в классе они играли как с воздушным шариком. Ну, кого-то у него. Всех. Ну, ребенок, вот, может вам такое рассказать? Мам, ты представляешь, мы сегодня играли в надутый презерватив в классе. Ну, правда, ну, честно, кому? Кому? Ну, в общем-то, никому. Мам, наверное, не поймет, да, моей радости от того, что мы сегодня играли в резиновые изделия. Это было смешно, да? Ну, вот, как бы, да, кому-то смешно, не смешно. Ну, было смешно, было классно, он летал, там, прозрачный, его не видно, да? И это тоже про сохранение личного пространства, про то, что что-то происходит такое в классе внутри, чего я не хочу выносить родителям. Что еще? Может быть, ему просто стыдно признаться, ну, в чем-то там. Стыдно, ну, стыдно, что-то такое сделало, ему очень стыдно. Может, через несколько лет, может, она и расскажет родителям, но не сейчас. Ну, то есть, он даже знает, что его, может, не накажут, заниматься. Да, не накажут, просто ему самому бывает стыдно. А вот перед собой, да, может быть, действительно, да. Чтобы его узнать, что он вот не такой. Но хотя это, может быть, ожидание, да. Например, вторжайки, когда называют плохие, там, ну, это... Хочу быть хорошим. Хочу быть хорошим, потому что, когда у нас возникает стыд, обязательное чувство, которое при нем, это чувство вины, да? Он чувствует себя виноватым в чем-то. И тогда, если вина, то я не соответствую тому, что происходит. Тогда это в соответствии ожиданиям каким-то, да, вот этой вот планочке, которая есть. Давайте еще набрасывайте. Люди в компьютере, нас слышно? Вас слышно. Единственное, когда прибавился лень что-то делать, прикрыться в район. Но об этом, друзья, уже, как я к нему, она говорила. Лень что-то делать, но это, да, не хочется выполнять требования. Это туда. Привычка просто. Конечно, просто привычка. Откуда приходит привычка к вам? Оттуда. С детства. Оттуда. Почему? Потому что это был способ выживания. И когда я за счет этого выжил, да, ну, для меня этот опыт очень ценный, и он спас мне жизнь, и тогда я сохраняю это, да, вот этот механизм. Это записалось, слушайте. Ну, как бы, да, все, это правда, действительно все. Это записалось, и это уже, ну, по накатанной, да. Чем чаще я это выполняю, тем проще мне это делать, тем виртуознее я могу это делать, и, на самом деле, тем больше это развивает мой головной мозг. Потому что для того, чтобы врать, на самом деле, включается большее количество нейронных связей, чем когда мы говорим правду. Надо придумать, как соврать так, чтобы тебя на вранье не поймали, да, и тогда это увеличивает мозговую деятельность. Привычка, правда. Что еще? А в чате что-то есть? Из жалости и любви к близким, не желая огорчать. Ну, наверное, это про, да, про соответствие ожидания, про то, что, да, не хочется огорчать, правда, я хочу быть хорошим для своих близких, и тогда что-то плохое в себе я скрываю. Обещала сказать, о чем ребенок мой сказал старший, старший сказал защиту друзей. Когда мне друзья доверяют что-то, что я не хочу, да, ну, доводить до родителей, если родители про это что-то спрашивают, то мне приходится, да, врать и говорить, что, как бы, да ничего, да все нормально, да, ну, 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 да. То есть, это защита друзей, не выдать друга. А к этому же можно отнести ложь во спасение? Ой, ложь во спасение ко всему можно отнести. Ну, как мы всегда говорим, лучше я скажу неправду, да, и ты нервничать не будет, все будет хорошо. Да, все будет хорошо, все просто, я никому ничего не скажу, и все будет хорошо. Когда все разрулится, потом скажу, что все уже хорошо, так же тоже будет. Да, на самом деле, это было по-другому, смотри, как все хорошо, а на самом-то деле вон оно как было. Я думаю, что ложь во спасение можно, ну, как бы, тут, во спасение чего, да, ну, как бы, чего спасаем? Ну, чтобы близкие не переживали. Ну, да, 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 смотрю, что спасают. Все, что ко всему нужно приложить. Да. Еще, откуда дети учатся врать, мы здесь говорили про требования. Я сюда дополню, это когда есть жесткие требования, либо он не хочет выполнять требования, и когда есть у родителей жесткие требования. Да, и у ребенка просто нет другого выбора, когда, например, иногда ребенок такой творческий, музыкальный, и, как бы, его, ну, как бы, видно, что его надо куда-то в художественную, куда-то девать, а родительская установка, или, допустим, не важно, чья мама, но папина установка, не важно, чья, что мужик, должен уметь драться. Ну, вот он должен уметь защитить семью, должен уметь ответить, должен уметь, как бы, вот, мужик должен. И тогда его отдают на секцию борьбы. Бокс, неважно, каратэ, еще что-то, а ему бы, как бы, вот, ну, на скрипочке играть было бы очень классно. И тогда ребенка, он, ну, получается, что ребенок стоит в таких условиях, ты был сегодня на секции бокса? Конечно, был, да, я был на секции бокса, конечно. Ему просто не остается никакого выбора говорить родителям правду. Поэтому здесь допишу жесткие требования. Еще здесь про, например, родителей. И здесь я даже больше бы сказала про какие-то двойные стандарты. Когда разница в воспитании родителей, да, один говорит можно, а второй говорит нельзя. Боже мой, это прекрасная почва для того, чтобы ребенок научился играть. Мама сказала, что конфетку мне можно, да, он никому пойдет за разрешением конфетку просить. К маме. Если папа сказал, что нельзя, то мы идем к маме. Если мама сказала, что нельзя, то идем к папе. Да, такие двойные стандарты. Потом дальше. Если родители, допустим, курят, но при этом требуют от ребенка, чтобы он не курил. Вообще не сработает. Ну, вот вообще не сработает. То есть родители говорят неправду, да, и ребенок ловит его на это. Конечно. Особенно подростки. Они же вообще проверяют этот мир на вшибость. Да. Разбивают рамки, проверяют все правила, которые можно проверить. И они все проверяют. А если, как нельзя курить. Ну, ты же куришь. Ну, почему тогда нельзя? Ну, объясните. У вас правило. Нельзя сидеть в телефоне после 12 ночи. Телефоны в мою комнату. Мама, а ты тогда свой телефон в нашу комнату. Равноправие. Да, здравствует равноправие. Если уж одно требование есть, то давайте тогда... А старшие дети, да? А почему ему можно, да? А почему ему можно? А почему ему еще не лег спать? Почему он все в компьютере? А мы ложились, да? Конечно. А еще одна вот эта история про то, что... В чате его ретевят ребенка. Да, давай. Да, и тогда мы говорим про то, что с этим ребенком нужно договариваться. И если... Ну, вообще по-хорошему, да? Для того, чтобы вот в этой ситуации ребенок не врал, тогда время, которое у него остается... Ну, вот он поиграл в компьютере, там, я не знаю, 20-30 минут, ну, сколько можно. То остальное время, когда он не играет в компьютере, не занят компьютерными играми, родители должны вот это время так обыграть, чтобы это время было занято у ребенка. Настольные игры, прогулки, секции какие-то, дополнительные занятия, чтобы у ребенка переключалось внимание с компьютера на что-то еще. Но это задача родителей. Организовать вот это пространство, вот это время вне игры ребенка так, чтобы оно было занято. Это тяжело, это непросто, но это задача родителей, да? Мы вот... Ну, мы поставили в такие условия, что сейчас везде эти гаджеты, планшеты, телевизоры и все остальное, и тогда мы включаемся больше. Особенно если понимаем, что ребенок может быть зависимым от этих гаджетов, тогда мы выстраиваем, планируем деятельность так, чтобы у ребенка не возникало... Ну, отчего он туда лезет? Ну, там правда интересно. Ну, это виртуальная реальность, это там, где много жизней, можно сделать ошибку и не умереть, можно там логические какие-то вещи, да, просто... Можно строить города, можно завоевывать миры, можно почувствовать себя героем царства и, ну, захватить, да, какие-то территории. Вообще, это отдельная история, во что играют игры, какие игры нравятся детям, что их цепляет, что их не цепляет. Если обратить внимание, да, на какие игры, в какие игры, вернее, уходят дети, это правда, ну, классно, интересно. И то же самое, квесты те же самые. Пожалуйста, сейчас в реальности они есть. Но они не только играют, они еще же смотрят всякие вот эти... Сейчас у них пранки там, все, вот это вот они же... И пранки, и тигcus, и еще что-то есть. И блогеры, и влоги есть, и блогеры, еще что-то. То есть они игры просто играют, ладно, мы еще просто играли, теперь же еще другое направление, видосики вот эти смотреть. Да, есть другое направление, тогда, ну, что в этом направлении, да, что цепляет ребенка в этом направлении, на какую идти эмоцию? смотрит, что он с этим делает. Опять включенность родителей нужна. Про примеры родителей. А, вот, про подростка. Возвращаемся, да? Вот это наша волшебная фраза. Не курит и еще маленький. Маленький, конечно. А подросток-то он вообще, ну, заточен на то, чтобы да, отделиться, отсепарироваться, показать себя взрослым. Вообще, чаще говоря, это вредно. Они не говорят, не понимаем, они говорят, что не курит, потому что это очень вредно. Вот сейчас начинают перестраиваться на вредно, а до этого очень часто было про то, что ты маленький. И тогда дети, наоборот, еще больше начинали курить для того, чтобы себе вот этот вот статус взрослости придать. Курит только взрослый. Если я курю, значит, я взрослый. А сейчас уже говорят, что это вредно. Меняется, да. Меняется. Общество меняется. И это очень классно и здорово. И, ну, правда, очень... Ну, для подростков более понятно, чем ты маленький. Да, и когда говорят вредно, ну, как бы, окей, вредно. Я попробую. Ну, давайте, да. С первого раза... Возможно, есть люди, которые не пробовали никогда курить, но когда вы пробуете курить, с первого раза вряд ли кому-то это нравится. Ну, правда, да. Кашель, дым, вот это вот непонятно, что... Ну, подойдет для них такой вариант, что не курит, ты уже не маленький. Ну, вот это интересное. Потому что дети, они говорят, я в 13 лет бросил курить. У меня крестник, как я сказал, было в 17 лет. Не закурили, я уже бросил. В 10 начало, вот ты разговаривала, в 10 начало, в 13 бросил. Да. То есть, хватит уже курить, ты уже не можешь. Ну, скажи. Бросать, правильно. Ну, либо ты уже большой для того, чтобы курить. Ну, да. Да, то есть, ну, какой-то... Нет, у меня дети спрашивают, они говорят так, что, мам, это так вредно, почему они курят? Я им говорю, значит, ну, вот были маленькие, глупые, начали, теперь не могут отлыкнуть. Я говорю, вот видите, и начинайте. А то точно не знаю, как у вас случится. И они... У нас такая теория. Может быть, когда ребенок что-то устает делать, допустим, даже вот целую кучку бывает сейчас заданий, уроки там. Да. От усталости он тоже уже начинает обрать, что уже сделал. Я уже все сделал. Чтобы раньше отпустили. Нам не задано. Да. Хорошо, если электронный дневник спасает. Электронные дневники – это ужас. Ну, как... Детей, это родители. Нет, ну, это не незадано. Я говорю, а-а-а, сейчас посмотрю. И вижу, лицо прям сразу меняется, плечи опускаются. Усталость, да, правда, ну, правда вешают много на наших детей, и они как-то себя сохраняют, и от усталости начинают врать. Я еще хотел бы спросить, вот эта игра, может быть, как игра это вранье? Как игра? Ну, потому что... Фантазия. Ну, это скорее не фантазия. Вот... Проверять рамки доступности. Проверять рамок и какой-то вот посмотреть двух, там, столкнуть между собой, там, вранье, там, одному по-одному сказать, другому другому, а потом смотреть и радоваться, как они там... Ну, манипуляция какая-то. Манипуляция, да, вот, может быть, вот такая вот. А им выгода есть этого или просто вот... А, это просто вот так. Изучение мира. Да, это просто вот так. Ты спрашиваешь, зачем ты это делаешь. Мне просто, как говорится, мне весело, когда вот это происходит. Тогда это, ну, вранье ради вранья. Привычка. Тради игры, да. Какого-то получения удовольствия просто. Развлечения такое, развлечения. Ну, проверять границы мира, что он может, что он не может, что пройдет, что не пройдет. Как-то так? Продержка границ. Угу. И еще вот там, где... Где у нас? Патологические вруны. Вот сюда же идет вранье ради вранья. Ну, вот, когда они, правда, врут для того, чтобы именно обмануть. И именно, да, что-то вот... Причины никакой вроде бы нет. Зачем врать, да? Причины нет. Но я вру, потому что мне это нравится. Мне нравится врать, да, когда я получаю удовольствие от вранья. Вот в этом случае лучше обратиться к специалисту. Вот когда вы замечаете, да, что он прям, ну, как бы упивается вот этим вот враньем, ему это нравится. Ой, неужели может помочь специалисту? Если это взрослый такой человек, да? Вот это психиатрии же могли, да? Да. Вот чтобы исключить вот это вот патологическое вранье психиатрического, да, вот лучше обратиться к специалистам, чтобы понимать что-то... Вот рядом с продерживством, воровством, да? И сюда же вот это вранье, да? Вот из этих. Да. Из этой серии все. Да. Ну, и здесь, да, говорим про то, что, насколько вот важно и насколько опасно для жизни то, что с ним происходит. Вот его вранье, он опасно для его жизни или не опасно для его жизни? Если он начинает забираться, и вы понимаете, что как бы, ну, нет, стоп, ну, хорош. И это не единичный случай, а происходит систематически, то лучше, да, тогда обратиться к специалистам, чтобы понимать, что происходит с ребенком. Это правда так. Ну, как бы все. С чем сложнее всего вот из этого, понимая, да, ну, как бы, что происходит с ребенком, когда ребенок приходит, и вы понимаете, что он врет, потому что по нему это видно. И вот с какой причиной сложнее всего? Ну, с привычками, наверное. Угу. Привычками. Угу. И объяснить не получится, как бы. И объяснить не получится, потому что до него это нет, он получает удовольствие. На самом деле правда, когда люди врут, у них активизируются участки головного мозга, который отвечает за удовольствие. это правда так. И чем больше они активизируются, да, чем больше к нам приходит вот этот вот импульс удовольствия, тем чаще начинают врать, тогда это переходит уже и… Ну, там уже есть еще психиатрия, там уже еще нарушение воли идет, да, когда себя контролируют, это тяжело, да, там все выяснить. Поэтому, если это импульс отсталость, то там сложно уже, да, воля страдает. Ну, как правило, умственные отсталые дети меньше всего будут. Ну, они меньше, да, да. Они меньше всего врут, потому что там с абстрактным мышлением не очень хорошо, да, и с фантазированием там не очень хорошо. Но зато у них очень много вот это все «не хочу, лень, ничего мне не надо», вот это вот у них есть и, конечно… Они про это говорят в открытую, я не хочу это делать, я не буду пить. Ну, как бы они… Да. И еще, для того, чтобы соврать, требуется на самом деле намного больше килокалорий. Поэтому нужно, да, себя заставить соврать на это потратить дополнительную энергию. Это трудозатратно. И еще есть такое, есть ситуации, когда люди никогда не врут есть. Но такие люди чаще всего находятся в депрессии. Ну, потому что в депрессии там по-другому и гормональный фон другой, да, и по-другому видение на мир, все плохо, ничего не нравится, и тогда я открыто говорю про то, что происходит в жизни. Ну, а это, да… Участь в принципе, что они все дети врут, просто кто-то врет совсем чуть-чуть, и мы этого не замечаем, да, и проходим мимо. А кто-то врет так, что это глаза, да, и уже просто думаешь вообще, то есть это сразу заметно. И тогда вопрос, стоит ли ребенку учить врать виртуозно или оставить все как есть? Не надо учить врать. Не надо учить врать. Он сам научится, правильно. Учить врать не надо, он научится сам. Другие научат. Другие научат. Потому что… Скажи, да, ты не говори. Ну, кто-то научит, кто-то попросит, да, и тогда мне важно соответствовать ожиданиям того человека, кто попросил, и я вру. Ну, потому что каждый из нас хотя бы раз в жизни побывал в какой-то из этих ситуаций, да. А когда мы устраиваемся на работу, мы приукрашиваем свои какие-то способности, таланты, умения или еще что-то, или говорим все как есть, и нам говорят на свидание, мы поищем кого-то другого, да. Ну, то есть есть какие-то ситуации в жизни, когда этот навык, он нужен. Если он сформирован, классно, если не сформирован, жить намного тяжелее с этим становится. То есть социализация опять. Надо понять, где можно врать, да, а где нельзя. Социализация, да. Вот кому можно врать, кому нельзя врать, да. И до какой степени врать. И кому. До какой степени и кому можно врать. И здесь такой вопрос про то, как с ребенком выстроить отношения, чтобы он лично мне не врал, да. Ну, во-первых, когда вы замечаете его на вранье, ну, не надо его сразу клянить про то, что он врунный, лугунный, вообще пропащая душа, и ничего хорошего из тебя не получится. Потому что когда-то эта привычка позволила ему выжить. Особенно с нашими детьми приемными, да, они прям все испощрены, вот эти вот. Потом доверие. Я могу сказать правду только тому человеку, которому я доверяю и могу чем-то поделиться. про то, что, да, если мы говорим про приемных детей, то дорожка к доверию, она будет длиннее, чем у кровных детей. Возможно, даже больше, чем год. Но это правда так. Вот, поэтому, естественно, не ругаем, когда увидели ложь, а говорим про то, что, ты знаешь, мне кажется, ты сейчас говоришь неправду, давай в этом разберемся. Да, вот, была такая ситуация, ты рассказал так, мне хотелось бы, чтобы я тебе смогла помочь в этой ситуации или смог помочь в этой ситуации, но для этого мне нужно узнать правду. для того, чтобы защитить тебя и твои интересы, мне про тебя важно знать правду, чтобы я могла встать на твою защиту. Дети, как правило, это понимают и принимают, да, особенно, когда касается их защиты, вот это вот слово защита, она для них волшебная, потому что меня можно защитить, но когда родители знают правду. или, допустим, в школе там что-то происходит, да, мы же встаем на защиту ребенка, но для этого, опять-таки, нам нужно знать правду, чтобы какой-нибудь сюрприз не выбил нас из книги, да, они не поддались эмоциям каким-то и не выдали эмоциональную реакцию педагогу. Что еще здесь? Вот смотрите, если это привычка, и она действительно прям вранье вас раздражает, и вы хотите отучить, изменить и убрать какое-то патологическое вранье, хотя это под вопросом, но попробовать стоит. Есть классная методика, кстати успеваем, да, у нас еще целый час. Ага, тут в чате надо рассказать ребенку о дипломатии. Марина, наоборот. А вообще учить врать-то, да? Ну понятно, что они лучше нас иногда. Ну вот смотрите, здесь в каких ситуациях, да, учить врать? Они учатся врать настоятельно, они смотрят на родителей, как родители себя ведут, в каких ситуациях это можно, в каких ситуациях нельзя. Ну я не знаю, допустим, когда появляются секреты, допустим, папа говорит ребенку, только не говори маме. Или мама говорит, только не говори папе. Ну это же, ребенок становится заложником. ему приходится как-то выкручиваться и, не знаю, не говори папе, что у нас в гостях был дядя Миша. Ну допустим, да, то есть ребенку нужно выкручиваться как-то из этой ситуации и что-то делать с этим. И тогда он сам учится врать для того, чтобы спасти маму, чтобы быть хорошим, чтобы соответствовать определенным ожиданиям. А вот эта дипломация, то, что, например, девочкам, ну нельзя говорить, что они выглядят... Давайте так, не нельзя, не желательно. Не желательно, да. Если в квартиры попашки не хочешь получить, то... лучше сказать, ну... Как вообще с ними отношения строить? С девушками что-то там, так-так-так. А тут иногда, ну, можно не придрать. Можно подмазаться. Можно подмазаться, да. Интересная позиция. Дипломатичная. Они все это самое. Я просто задумываюсь, что я над этим не разговаривала с моим мальчиком. Никогда, мужская, мужская. Она просто об этом говорит. Он прямой просто говорит, как есть. Он говорит, ну нельзя же делать. Он получает за это от тех девочек, которым говорит напрямую? Он не получает то, чего хочет. Он не получает то, чего хочет. А если он будет привирать, тогда он... Где у вас получение выгоды? Выгоды. Получение выгоды. Тогда он туда. В получение выгоды. Да? Тогда я вру. Либо приукрашиваю, либо... Да, не в район, а именно такое вот. Приукрашиваю. А как девочке дипломатично сказать, что она некрасивая? А зачем? Ну вот, не нравится она мне. Ну вот, если он правдолюб, да, если он пришел с таким запросом, что, ну как бы, либо как сказать девочке, чтобы она отстала, либо чтобы не приставала ко мне, либо чтобы не говорить девочке, что она некрасивая, то как ей сказать дипломатично? Как тогда можно сделать так, чтобы это была правда и дипломатичная? Ну, все очень просто. Ты не в моем вкусе. Мы с тобой разные. Мы с тобой разные. Мальчику нельзя как говорить, что девочка не в его вкусе? Нет, некрасивая. Красивая не надо. Мы так про это и говорим, что как дипломатично сказать девочке, что она некрасивая? Да. Вот про что, да? Тогда они в моем вкусе, мы с тобой разные. Вом, смотрите, как мне кажется, что это Светлана, это уже есть новое, то есть девочка с два года, и в физическом сезоне ученым, но она раньше не хотела, чтобы свою маму, я слаблю, что пришел. А потом она видела. Через помню, я пять моей мужики. А у дичьи, чем ты улыбила. Вот он вообще, правая ручка. И зачетка, пять-четыре? А уши консов гадость? Я слаблю! Я слаблю. Ага, Марина, плохо слышно было в зале, давайте я повторю, а вы скажете, так или не так. Ребенок, когда приходит со школы, говорит, что у него плохие отметки, двойки, а потом говорит, но у меня есть еще пятерки, четверки, и вообще, в общем-то, не так все плохо. Ну, ладно, не часто так. Правильно донесла мысль Марина, или не так? Ну, это нормально. Я хочу сказать, что ребенок можно спать, как сказать, сначала, или вообще, в жизни, хотела про хорошее, а потом уже про хорошее. Но здесь можно по-разному, на самом деле, говорить, кому как комфортнее слышать информацию. Иногда впрямую задается вопрос, у меня там есть две новости, одна хорошая, одна плохая. С какой начать? Да, и каждый родитель выбирает для себя сам, с какой новости начать ребенку говорить. Тогда говорят, начинай с хорошей, начинай с плохой. Потому что разные родители по-разному реагируют на плохие, хорошие новости. Кому-то надо хорошее подкрепление в конце, а кому-то сначала ресурс сдать, а потом уже в плохое свалиться. Предложите ребенку тогда задавать такой вопрос, какой новости начинай с хорошей или плохой. Плохой или очень плохой. А если дети говорят что-то, не обдумав, вот если подумала про девочку, у нас такого не было, но часто говорят, например, она страшная. Ну просто тетя ее видит какую-то, и могут громко сказать, страшно, страшно. Или, например, мои знакомые взяли и сказали, значит, что «Ой, у вас такая голова маленькая, а тело такое большое». И приходится им объяснять, значит, что «Не надо так говорить, так». Нет, ну это правда, но она же такая, и, честно говоря, ну не надо все равно это говорить. То есть это получается, что ты опять… Учишь ребенка. Да. В этом ребенке улетает вот сцена, маленький зал. Семь, дать пять. А ты что, дирижер, да? А что он такой маленький? Громко, полтонутый. Ну да, и часто говорят просто, вот, как бы, да. Непосредственно, что здесь же я говорю, как говорится. Ребят, в зале обсуждения произошло, что дети часто говорят правду, а нам становится неудобно из-за того, что дети сказали правду про человека. И опять вопрос, как научить ребенка дипломатично высказывать свои мысли, да? Да, да. Будем… Мы учим, да, у него маленькая голова, но ты не говори-то, скажи, как я красивая тебе, как-то, да. Ну то есть, да, мы же учим, получается. А папа! Так, Вячеслав Шатов хотел что-то сказать, но что-то прервалось. Ну, может быть, тогда учить ребенка акцентировать внимание на том, что ему понравилось, да? Или сказать… Просто говоришь, что человеку не будет это неприятно. Я говорю, тогда не надо говорить, надо похвалить, надо бороться, неприятное сказать. Но я вот так вот, я всегда объясняю. Да, вот здесь вот действует правило, начни с хорошего, закончи плохим. Очень красивое платье, но маленькая голова, а большой ты лучше. А потом будете учиться о второй части, да, отключать. Ну, очень красивое платье, и дальше давай не будем продолжать твою фразу, остановимся на том, что ты сказал. Если вас действительно очень раздражает вранье, так, лучше писать варианты в чат. Кто-то мне писал, это к кому относятся, лучше писать варианты в чат. Ага, я поняла, спасибо, услышала. Вот, смотрите, дальше мы можем построить нашу, не знаю, нашу встречу двумя способами. Первый способ я вам расскажу про методику, как вот именно от привычки, да, можно избавить. Ну, что сделать с ребенком, чтобы именно привычка ушла. И, в принципе, эта методика работает с трудным поведением, с любым. Это первый вариант. И второй вариант, вопрос-ответ, вы задаете вопросы, я отвечаю на них, да. С пробочкой лучше, что делать с пробочкой. Ага. Эффективное что-нибудь услышать хочется. Что-то эффективное услышать. Угу, услышала, что люди в методику, еще что. Пока только, ну, отозвалось прям два человека. Ну да, практически советую, потому что он знает, что он врет, да, вот сейчас. И, как бы, что, выводить на чистую воду. Я думаю, что, если вопрос из зала такой был. Если я знаю, что ребенок точно врет, ну, я вижу, да, то что с ним делать? Здесь про то, что, ну, во-первых, сказать честно ребенку, что мне кажется, что ты сейчас врешь. Ну, вот, мне кажется, что ты говоришь неправду. Ты мне не веришь, начинается. Да, ты мне не веришь. Да, вообще, ты мне не веришь, да, вообще. И у меня начинает, как ложки на душе, я начинаю в себе сомневаться, и начинает так-то казаться, вдруг правда, я ошиблась. Возможно, и возможно, правда, и возможно, вы ошиблись, и возможно, это все по-другому, и возможно, он не врет. Значит, на прошлой неделе, по-моему, у нас был семинар-практику с американцами, и американский психолог... Стэнси. Да. Стэнси. Да, да, да. И вот он говорил, что у них есть правило 7 дней. То есть, если в течение 7 дней я понимаю, что ты врешь, то, ну, как бы ты врешь. Извини, дружок, но тебе придется признаться в том, что ты мне солгала. Вот, да. То есть, если... Где как это? Вот, смотрите, ребенок вам соврал. У вас есть 7 дней для того, чтобы понять, и врет он или не врет. У вас лично. Но вы ему говорите, что... Все 7 дней он врет, или ты все 7 дней просто оцениваешь то, что произошло? Вот то, что произошло. Да, вот он соврал, и вы ему говорите. Мне кажется, что ты здесь говоришь неправду. Мне кажется, он за эти 7 дней успеет все ступы раз соврать. Да, но это дает ребенку подкрепление того, что вы ему доверяете, да, и у него есть возможность справиться. Если он действительно соврал, то у него есть возможность справиться в течение этих 7 дней. Тогда это, с одной стороны, ваша родительская позиция, что вы знаете, что происходит, да. И, с другой стороны, у ребенка, правда, есть возможность измениться и там либо признаться и сказать, что да, это было так, ну, либо, да, я соврал. Ну, вот, как-то так. Тогда вот я... То есть, если доказательств не найдется, то за 7 дней, значит, он право сходил. Да. Ну, такая методика, да, не знаю. Ну, здесь важно про что? Про то, что вам важно уличить ребенка в том, что он врет, или вам важно, чтобы ребенок научился вам доверять. Ну, да, здесь вилка как бы в две стороны. Если вам важно уличить ребенка в том, что он врет, ну, как бы, ну, тогда, ок, ищите доказательства, подтверждения. Там, не знаю, опрашивайте соседей, друзей, родственников и все остальное, да. Если про доверие, то, ну, как бы, доверие так не зарабатывается, правда, да. Это немножко другие вещи. Это, ну, да, как бы первое, когда вы даете ребенку карт-планш в течение 7 дней и ждете там его реакции. А вторая методика, она называется «Трудный ребенок», и это называется «Метод исправления поведения». Он действует не только с враньем, но и с любым трудным поведением. Мы, возможно, слышали американский психолог Аллен Каздин. Он много работал и в школах, и в детских приютах, и там он экспериментально, да, пробировал эту методику. Значит, методика заключается в следующем. Вы делаете для своего ребенка такую таблицу достижений, в которой прописываете. Это первый шаг, что вы придумываете таблицу достижения и придумываете то поведение, к которому вы стремитесь. Допустим, если это касается вранья, то конечный результат – это я хочу, чтобы ребенок говорил правду, да. Итак, вы рисуете такую таблицу, в которой определяете, какое количество дней будет действовать данная таблица. Сколько дней вы будете ее поддерживать. Здесь еще метод в том, что лучше эффективно исполнять программу 2 дня в неделю, чем неэффективно ее делать 7 дней в неделю. Но это делает родитель, это определяет родитель. Значит, здесь дни недели. Ну, допустим, да, 5 дней в неделю. Здесь у вас столбик тренировка. А здесь столбик желаемое поведение, да. Говори правду. И последнее количество очков. Допустим, вы решили, что программа это действует 5 дней в неделю. И, да, определенное количество очков за то, что ребенок говорит правду. Определенное количество очков за тренировку. Значит, как это действует? Первое, что вы делаете перед этой программой – это определяете поведение, которое вы хотите добиться у ребенка. Если мы, да, уже говорили про правду, то это «говори правду». Если это касается любого другого поведения, то вы формируете то, что вы хотите видеть. Это называется позитивная противоположность. Почему противоположность? Потому что это обратное поведение тому, что вы хотите исправить. Позитивное, потому что это в плюс. Если вы говорите, что мой ребенок плохо укладывается спать, допустим, то вы тогда формулируете это в позитивном ключе. «Я хочу, чтобы мой ребенок по-взрослому уходил спать в свою кровать». То есть это должна быть обязательно позитивная штука. Это та цель, к которой вы идете. Вы первую таблицу делаете такую, а вторую таблицу делаете с очками, которые он может обменять на призы. Допустим, когда ребенок сказал вам правду, вы сразу ему за это дали, допустим, два очка. Вот у тебя есть два очка. Ты ему сказал правду. У тебя есть два очка. Это круто. И он эти два очка может обменять на, я не знаю, допустим, игрушки в мешке. Допустим, вы там купили много маленьких игрушек, положили в мешочек, и он может вытянуть эти мешочки. Вот за этот приз два очка. Ты заработал два очка, ты его можешь сразу подать. И вы определяете вот эту вот систему очков. Это ваше родительское. Это не обязательно, я бы сказала даже так. Лучше, чтобы это не было какие-то материальные штуки, материальные выгоды. Чтобы это было то, что интересно ребенку. Ну, я не знаю, совместная прогулка с родителями в субботу-воскресенье. Не знаю, дополнительные 15 минут игры на планшете-телефоне. На каток сходить. На каток сходить. Сходить на каток, купить там коньки или еще что-то. То есть это то, что, ну, цена, правда, будет цена для вашего ребенка. Может быть, это совместные настольные игры с родителями. То есть вы, вот тут, да, у нас есть вторая таблица, в которой вы описываете приз. И здесь количество очков, которые нужно отдать за этот приз. Игрушка. Ну, допустим, да, то есть вы здесь можете делать это сами. Значит, что такое тренировка? Тренировка. Это то, когда вот вы, да, прописали вот эти вот все призы, которые могут быть. Количество очков тоже может быть разное. 2, 4, 6, 10, 8, там, допустим, 15 очков. Это, я не знаю, ну, ужин в кафе, допустим, всей семьей ужин в кафе. Вот 15 очков. И ребенок должен, если он хочет действительно этого, то вот он 15 очков копит и потом меняет их на ужин в кафе. Значит, что такое тренировка? Вы ребенку говорите, что, слушай, у тебя есть классная возможность зарабатывать эти очки, а потом эти очки менять на призыв. Но для этого, да, мы должны прийти к цели, вот ты, мне очень хотелось бы, чтобы мы пришли к такой цели, как ты говоришь правду нам. Давай это потренируемся сделать. И вы начинаете тренироваться. Да, допустим, вы точно знаете, что он не чистил зубы утром. Спрашиваете, ты чистил зубы утром? Он говорит, нет, не чистил. И вы радостно восклицаете. Круто, классно, что ты мне сказал правду. Это очень здорово. Это мега потрясающе. Это правда очень классный шаг, что ты мне сказал правду. И в тренировку сюда записываете два очка. И тогда уже получается, что он за день может заработать два и два, сколько там, четыре очка, да? Если вы понимаете, что ребенку не совсем удается говорить правду, тогда вы увеличиваете количество тренировок в день. Если мы говорим про формирование навыка, то чем больше вы тренируетесь, тем быстрее формируется навык говорить правду. Это правда так. Если мы просто будем про навык говорить, то это 800 адекватных повторений. То есть он 800 раз должен сделать одно и то же действие, чтобы выработался навык говорить правду. Либо 21 день, но каждый день это повторяется. И по нескольку разу в день. И тогда смотрите, у вас есть тренировка, за которую он получает очки. У вас есть ситуации в жизни, когда он говорит правду, и за это начисляются очки. Но каждое его положительное поведение, каждый положительный сдвиг вы подкрепляете позитивно. Вы его хвалите. Это очень важная часть, потому что без позитивного подкрепления ничего не будет работать. Ребенок намного больше реагирует на позитивное подкрепление, чем на наказание. Наказание само по себе очень сладенький такой инструмент, потому что наказание ничего не учит. Мы чаще всего, мы как родители, даем эмоциональную окраску и такое поведение яркое на то, что ребенок делает неправильно, чем на то, что ребенок делает правильно. Но если вспомните, то мы чаще детей ругаем за какие-то хулиганские поступки, чем хвалим за то, что они что-то делают правильно. Потому что правильно, это само собой разумеется. Ну, как бы он так должен делать, это же правильно, все хорошо. А вот когда неправильно, тогда мы включаемся и начинаем эмоционально рассказывать то, что мы сделали неправильно. А вот по поводу тренировок, это я так понимаю, когда мы инициируем вопрос, а вот говорит правду, когда он просто приходит после школы и рассказывает, как на день прошел. Он может не прет, например, он рассказывает просто, это считать за очки или как бы, что считать за очки, потому что он много чего говорит днем. И если вы точно знаете, что это правда, тогда считать за очки и обязательно говорите, что как здорово, что ты мне сказал правду. Ну, про все, про все. Ну, про все, про все. И чем больше вы будете повторять, тем быстрее сформируется навык. Никаких денег не хватит. Нет, так, а здесь не про деньги. Ну, классно, если вы не будете добавлять денег, не всегда мотиватор. Нет, это на ужин, наверное, все вместе ходить. Ну, здесь, либо научите ребенку... Сейчас на 2000 баллов. Да, ну, это правда так, вы можете там, ну, больше баллов сделать, чем, ну, не 15, там, я не знаю, ну, 20. А потом, смотрите, если ребенок, если ребенок вам не говорит правду, вы же не даете ему очки. А пока этот навык не сформирован, он чаще будет врать, чем говорить правду. И тогда, пока он доберется до 15 очков, это пройдет, на самом деле, много времени. Это часто кажется, что все легко и просто. А на самом деле, первую неделю дети уезжают только из-за тренировки. Только из-за того, что родители создают специальную ситуацию, в которой ребенок может быть успешен. Это одно из главных, ну, правил таких, да. То есть, когда вы хотите исправить поведение, то вы, как родитель, создаете ситуацию, в которой ребенок успешен. И тренировки, они как раз вот про это, создать ситуацию, когда у ребенка есть возможность сделать то, что вы хотите. Говорить правду. Это задача родителей. А вот если он приходит и говорит, я сказала, что Марья Петровна, что она плохо провела урок. Это же правда, по сути дела. Да. Ты должен давать очки, да, получил? Конечно, я же правду сказала. Нет, объяснить нам, почему она плохо провела урок, да, в чем там. Сидела читала с учебниками, да, плохо. Ну, вот здесь тогда вопрос такой, чего мы хотим от ребенка? Чтобы вот это вот «говори правду» это кому относится? Ко всем или только ко мне? То есть, заранее надо проговорить? Обязательно. Тогда здесь будет «говори правду» родителям, да? Так, а проверить так, что он действительно сказал, что учитель сразу название там нового средства. Я думаю, что если Вася Иванов, Марья Петровна, сказал, что она плохо провела урок, то это обязательно появится в родительском чате. Где-то так. Либо позвонить Марье Петровне, спросить, здравствуйте, папа, мама такого-то, скажите, пожалуйста, все ли у вас сегодня было хорошо на занятиях и все ли гладко прошло? Да, но при этом не указывая, там вам действительно, мой сын сказал, что вы плохо провели урок, а я какой он не хороший, как же с этим быть, да? То есть, вы проверяете информацию, да? Вот. Система такая. Обязательно в этой системе позитивное, да, положительное подкрепление, только вместе с ним вырабатывается, формируется навык. Без него никак не получается. И хвалить. Хвалить за малейшие изменения в поведении. Да, ты сейчас половину истории рассказал правду, а половину истории рассказал неправду. Ты получаешь одно очко, но при этом ты учишься говорить правду. Классно, что ты это сделал, у тебя классно получилось. В чем особенность похвалы? Похвала должна быть эмоционально подкреплена вашими эмоциями. То есть, вы действительно должны быть рады за то, что ребенок вам говорит правду. Это первое. Второе. Похвала должна быть незамедлительной. То есть, как только действие произошло, вы сразу ребенка похвалили. Прямо моментально. Точное описание, за что вы хвалите ребенка. Ты молодец, потому что мне сказал правду, а не утаил что-то там, что сегодня произошло. То есть, прям конкретные действия, которые сделал ребенок. Похвала непосредственно связаны с тем, что сделал ребенок. То есть, не про то, что ты молодец. Ну, ты как бы молодец, возьми с полки порожок, все прошло успешно. А именно, конкретные действия, за что, как, и про что. Ну, и, естественно, она должна быть регулярной и повторяющейся за то, что вы хотите исправить. Вот, методика такая, более подробно. Эта методика описана в книге «Трудный ребенок» Алмы Кальдина. Там и про таблицу более подробно написано, и про подбор вот этих вот призов, да, очки, на которые меняются, призы более подробно написано. И про методику прямо у него целая книжечка. Она не большая, не толстая, но там все доступно в ней описано. Про подростков. Вот эту таблицу, да, если это маленькие дети, вот эту таблицу вы вешаете на видное место, чтобы они это видели. И важно, чтобы они сразу отслеживали, что у меня что-то получилось, и сразу тут появились очки, прямо сразу, да. Это важно на видное место. Если мы работаем с подростками, то эта таблица вешается там, где видят только подросток и вы. Ну, потому что подростку будет там, да, неудобно перед друзьями, потом говорить, что это такое. А это меня родители отучают в фразе. Мама, я сейчас сказала правду, ну поставь мне два очка. Поэтому вы это делаете. И естественно, что система призов, да, там будет другая. Не про игрушки, а про общение со сверстниками, про, не знаю, походы в кинотеатр, в театр. То есть то, что ценно для подростка на данный момент. То, что вы можете им дать. Вот, кратко вот так. Если есть вопросы или остались вопросы, задавайте, буду отвечать. Если есть кто-то в компьютере, кто активизируется, активизируйтесь. Если нет, то мы можем закончить. Есть книга «Трудный ребенок». Давайте я повторю эту методику. Какая-то книга «Трудный ребенок» Алан Кайздин. Он написал эту книгу. Там вообще работала большая команда специалистов. А мы сейчас написали, да? Да, я сейчас выпишу. Там работала большая команда специалистов. Но просто он взял вот этот весь опыт и описал. А так там многие трудились. Так, да, написать. Вот сюда. Погонка. Там методика подробно расписана. С ней можно работать. Он говорил, что эта методика действует... Каждый день трудный ребенок, да? Да, трудный ребенок. Получается, в течение какого времени он достигал результат по наукам чаще всего? Ну, примерно это 21 день. 21-28. Это примерно 3 недели в месяц. Ну, как бы так оно и есть для формирования навыка. Это вот то самое время, когда он формируется. Это же по-другому, который... И получаются соседи, да? Или нет? Или там были какие-то... Дети, которые не... Нет, со многими получается, потому что здесь же важно не то, что в таблице происходит, а то, что вы положительно подкрепляете поведение. Вы обращаете внимание на то, что он сделан хорошо. То есть вы не реагируете на то, что он сделал плохо, но реагируете на то, что он сделал хорошо. При этом вы, ну, говорите, к сожалению, ты мне сегодня, ну, там, да, не сказал правду, поэтому ты сегодня не получаешь два очка. То есть вы это тоже проговариваете ребенку. Это не то, что вы прямо закрываете глаза и ничего не говорите, спускаете там на тормозах. Про то, что вы это говорите, но не с такими эмоциями, как это происходит с позитивным подкреплением. Про то, что каждый шажочек, да? Вот ты сейчас вздохнул, мне кажется, что ты сопротивляешься, думаешь сказать мне правду или приврать немножко, или обмануть. А как это относится к, полагает ли, детям, которые, вот мы говорим, что это психиатрия? Ну, Аллан Каздин пишет, что помогает, потому что это поведенческая техника. То есть мы ребенка учим правильно вести себя, да, и при этом даем положительное подкрепление. Естественно, что вы, что это не единственное, что вы делаете, да, плюс еще и консультации психиатра, медикаментозная поддержка и все, что дальше подразумевает. Это как плюс к тому, что уже есть. То есть один раз сказал правду и пять раз сказал неправду. Два очка все-таки даем, один раз правду сказал. Да, мы здесь хвалим за даже минимальные изменения в поведении, потому что это очень важно для детей. Потому что у детей уже бывает такое, что даже они могут сказать, что мне не получится. То есть он был такой, там, есть сложный мальчишка, да, и он такой, ну вот будешь там, там, хорошо, и все, у меня все не получится. То есть он знает, что он все равно где-то взорвется, плохо себя поведет, и, в общем, он даже не идет на это, говорит, нет, он меня не увидит. То есть можно не пробовать. Не получится что? Не получится не, ну вот сейчас, ну, не получится не врать, а не получится не хулиганить. Я не продержусь так три дня, не хулиганить или не врать. А здесь мысль в том, что он не должен продержаться три дня и только потом получить что-то. А сразу вы же здесь, да, про тренировку не было, да, про тренировку я говорила, что родители искусственно создают ситуацию, когда ребенок чувствует себя успешным. То есть это искусственное создание ситуации, вот смотри, классно, у тебя сейчас получилось, ты сделал это очень здорово, у тебя есть уже два очка, смотри, у тебя есть два очка, ты эти два очка можешь обменять на приз. Вот, вот у нас там система призов, да, два очка, ты можешь быть, знаете, или это. Слушайте, а если детей много в семье, а другой, который не врет, он как бы скажет, он там призы зарабатывает, это вообще не понятно, за что. А я вообще такой хороший, мне, я вообще не буду просто, мне вообще тут должен был подарок огромный быть. Да, но у тебя есть что, что это, ну, у этого ребенка есть что-то, что вам бы хотелось в нем исправить. Вот, классно, давай ты подключишься, и мы будем с тобой делать таблицу, но то, что нужно тебе. Например, я замечаю, что ты часто там, вот, ну, делаешь вот это, это может плохо сказываться на том, что происходит вокруг тебя. Давай будем менять, у тебя будет своя таблица, ты, ну, там, да, вот, будут такие классные вещи. Ты будешь за это получать. Да, ты будешь получать за это. Можно сделать так, когда все дети, например, есть какой-то общий приз, когда много детей, есть общий приз, на который они собирают, да, то, что мы делаем все вместе. Вот вы определяете этот общий приз, например, я не знаю, все вместе пойти кататься на латрушках с большой ледяной горы, ну, допустим, к примеру, говорю. И тогда все дети делают какой-то маленький вклад вот в это, допустим, вы, я не знаю, назначили там 10 очков за это. Вот один два очка, второй два очка, третий два очка, вот они как бы туда, да, вскидывают. Так, а вот, например, нежелательное поведение, грубость между братьями и сестрами, дерутся, обзываются и так далее. То есть, как я понимаю, что вот... То есть, сказал вежливо, получается, да? Получил, да, да. Получил два, да? Сказал обзывательство, там, минус два очка. Тут такой будет, нужно было поощрение. У нас минусов нет, получается, одни поощрения, да? Нет, нет, есть только одни поощрения. Здесь про то, что когда брать положительная противоположность, к чему будет сводиться, это про что? Что они должны будут научиться делать? Как бы цермируют, да? Потому что цель, чтобы они не обижали друг друга, не обзывались, скажем так, да? Хотя вот это... Нет, нет, тут только приставка нет, да. Вот мне не должно будет жить дружно. Нет, ну а дружно это как? Вот, вот что это, да, как это цермирует? Уважительно разговаривают друг с другом. Уважительно разговаривают друг с другом. Тогда вы создаете, если это брат, сестра, и они, ну скажем так, взаимно друг друга оскорбляют, вы создаете две таблицы. У тебя одна таблица, у тебя вторая таблица, да? И вы взаимно идете к тому, чтобы уважительно, без грубости разговаривать друг с другом. И начинаете малейшее. То есть вы создаете ситуацию. Есть ли такие ситуации, когда они не грубят друг друга? Скорее всего, есть. Ну хотя бы одна ситуация, но есть. Допустим, когда они в месяц смотрят. Там заботиться друг о друге, да? Там что-то сделать. Вот что-то, ну наверняка есть. И эту ситуацию вы можете создать. И прям в ней говорите, ой, смотрите, как здорово, что вы не ругаетесь друг с другом. Как здорово, что вы не говорите друг другу качественно. Вот прям мельчайшие. Вот вы прошли мимо них, они сидят и разговаривают. Ой, как здорово, что вы мирно разговариваете друг с другом. Это так классно, это так потрясающе. Я очень рада, что у вас это получилось. Вот вам очки. Вот тебе два очка, а тебе два очка. Я обычно говорю, это просто, да, подай видишь, говорю, какие молодцы, как вы хорошо играете. Там, да, все вместе. Теперь это можно еще и подкреплять. Да, вот вам за это. Да, да, и они это хватают быстро. Единственное, что с подростками, допустим, да, вы можете убрать вот эту вот переходную таблицу. То есть с подростками больше, ну старше 12 лет, еще до 11-12, тем более если брать наших приемных с определенной задержкой, да, с функциональными. То есть вы ориентируетесь на возраст этих детей. И тогда, ну где-то с нашими, да, ну после 13-14, туда можно убирать вот эту таблицу, когда обмениваются очки на призы, а сразу говорить, что, допустим, вот, я не знаю, научишься вот так вот делать. Получишь что-то. Только в это дни не будешь этого делать, ты столько дней будешь это делать. Нет, вот здесь важно, чтобы они получали каждый день подкрепление, все равно, в любом случае. Ну вот они выдержали месяц, 21 день, и там на 31-й день, и там на 31-й день. А дальше это привычка. Нет, там же формирование. Девушка, она немножко контролирует вообще просто приходы. То есть она у нее есть время, когда она должна домой прийти после прогулки, да. Я не знаю, мне кажется, это патология какая-то. То есть она иногда, она понятно, может заиграться, иногда вот просто вот она, она не выполняет. Она может позвонить в это время. Она должна быть 9 дома, 9 позвонить, сказать совершенно спокойно. А я там, мне вот на трамвай сажусь, говорит, ну это вообще должна быть час была. Ну да, я понимаю, но я сажусь на трамвае уже. Она продемонстрирует, что в это время она прямо помнит, она удовольствия, знаешь, все. И мы садимся, разговариваем, что, понимаешь, надо считать время на трамвае, как бы заранее. Ну то есть, и вот вообще это просто какая-то катастроуха, она не может. Чтобы тебе помогло, чтобы ты приезжала в 9 вечера. Хочешь, я тебе буду напоминать и звонить. Даже так делали, брат, старшая говорит, я тебе буду напоминать, звонить, ну это тут просто вот какая-то... Ну попробуйте, потому что вот это вот, и здесь важно подкрепление прям сразу. Вот вы создали условия, да, вот эту тренировку, создали условия, сразу похвалили, сразу подкрепление. И сразу вот эту вот возможность обменять на, там, призы какие-то, на вкусняшки, на удовольствие. Это очень важно. И здесь еще одно важное правило. Все, что ребенку досталось в процессе вот этого вот, у него не забирается. Ну то есть, минусов у нас нет или зачеркивание? А ты плохо вел себя, баллы снимаем. Понятно. Вы можете сказать, что он не получает, да, что, к сожалению, сегодня у тебя не получилось. Получите баллы, возможно, завтра у тебя будет более уточный день. Ну вот хорошая идея, что делать, если много детей, делать в одну копилку, потому что есть более успешные, у меня есть девочка, которая, она такая раз-раз-раз-раз просечет, что маме нравится, да, и тут же начинает делать так, как правильно, так, правильно все делать. А есть мальчики, которые, ну, они не могут это вот делать, и все, ни в какую. И получается, она опять будет здесь успешно, значит, получать баллы, потому что она поняла, что быстро схватила это все. А эти, значит, все свои, там, ну, всего, да, всего, не могут так быстро получать, и начнется опять, да, вот это вот, что, а, она, вот, а я никак, там, вот. Нет, тогда делается разная таблица для каждого, ну, потому что у каждого есть что-то, да, чего, ну, можно улучшить, скажем так, апгрейдить, вывести на новый уровень, еще что-то. У каждого что-то есть свое, для каждого ребенка своя таблица, да, это, возможно, тяжело, там, не знаю, высчитывать, но дело в том, что дети со временем начинают сами следить за этой таблицей, да, но ваша включенность все равно очень важна. Здесь ваша главная работа создать вот эти вот призы, придумать вот эти призы, и они не должны быть материальные какие-то, да, там, 200 рублей, 300 рублей, там, вот это, да, что-то. Вот, вот, но ваша задача создать вот эту таблицу призовую, призов, и рассказать детям, что, вот, ну, можно получать призы за ваше хорошее поведение. То есть денежных инвалидов лучше... Ну, лучше не на... Конечно, для них это вообще не на... Для них это классная мотивация. Очень ненадежная, это все. Да, но с другой стороны, ну, смотрите, мы же все приходим на работу и работаем за деньги, да, ну, правда, наше вознаграждение, это, вот, там, деньги. Когда премии, ну, тоже классная премия, да, поэтому, когда ты хорошо себя ведешь и получаешь какую-то вкусняшку за это, ну, это же, правда, круто. Ну, там, не обязательно, там, не знаю, прям, вот, договариваться 200-300-400 рублей, я не знаю, дополнительное мороженое. Ну, допустим, если ребенок прям болеет этим мороженым, ну, понятно, при мне, три сучки нравится. Мороженое. Моим нравится именно, что они сами идут и тратят, то есть, у нас, ну, там, у нас дежурство, там, все, и они получают деньги за это. И я всех сделала, ну, они сами себе сделали банковские карточки, сделали, значит, на английском языке написали свою фамилию, а на другой стороне я пишу плюсики, сколько они там заработали. И это у них деньги, которые лежат на карточке. Ну, потом мы себе куда-то идем, и они эти деньги свои тратят, значит. Ну, я там, представляю, минус, сколько они там купили, они выбирают на свои деньги, что у меня еще осталось, у меня там сдача такая-то. Ну, вообще, у вас какие-то банковские карты у всех, вот, ну, кому-то, ну, настоящие. Ну, это может быть, есть настоящие. И там даешь какое-то задание ребенку, типа цветы полетели в тельков, и там, за это, там, 10 рублей, за это 50. Ну, у нас не прижилось. У нас не считают, что это домашняя работа. Ну, сколько картонные, картонные карты, я еще. Ну, это, ну, это позиция там каждого, да, платить, не платить. Ну, вот здесь про призы, это такая безопасность. Ты знаешь, и не денежные, но материальные можно, да, там, тоже мороженое, пирожное, там. Ну, материальные, да, вкусняшки какие-то, я не знаю, настольную игру, возможно, да, какую-то, которую ребенок давно просил. А можно купить игру или поиграть в игру, да, то есть. Ну, вот, ну, как бы, если купить игру, то, естественно, он уже, да, играет в эту игру. Здесь важно про то, чтобы вот эти вот все призы, они, правда, были интересны ребенку. Ребенок хотел действительно это сделать. А интересы, понятно, что у всех будут разные интересы, да, и у всех будет разная призовая таблица. Ну, вот, ну, круто, но, правда, когда делаешь что-то классное и еще за это получаешь вкусняшку, плюс похвалу, тебя похвалили, дали вкусняшку, у тебя еще, ну, приз классный. Ну, плюс еще везде он что-то плохое и все равно, нет, негативная энергия, все равно, как бы, чувствуешь, что... Да, что есть подкрепление про то, что родители рядом и они понимают, что бывают срывы и бывает плохо, но при этом нет какой-то такой карательной вещи про то, что, ну, ты плохой, я тебя накажу и будет всем счастливым. А если у ребенка, ну, как бы, большой спектр таких неприятных вещей, допустим, там, ну, и вранье, там, не знаю, и воровство, там, и гульгарство, ну, все, это все графики на каждое это составляет. Нет, 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 по очереди в зале идеи про то, что если много всякого поведения, с которым нужно справляться, все ли сразу или по очереди. По очереди, сначала что-то одно, потом постепенно переходите в другое. Смотри, как классно, ты вот с этим справился, у тебя это очень круто получается, мы можем переходить на другой уровень, пожалуйста, да, мы можем это делать так. А если вы обращаете, заканчивается время, там, летит? Не будет все по-новому, то что? Ну, как правило, там уже формируется навык. Подвыщики-то есть, навык, мы все не идеальны, но навык уже формируем, он сформирован. Это как то же самое научить ребенка чистить зубы, два раза в день, утром и вечером. Ну, что делать, если, ну, говорим, таблица закончилась, мы же там ее, так поняла, в неделю, да, максимум? Нет, в неделе, в восемь. А, нет, в месяц, в месяц, да? Месяц, да. Месяц мы делаем таблицу, и мы заканчиваем, и потом ты сможешь, что он опять начинает. Да, вот что тогда делать? Хвалить за то, что... Опять таблицу? Ну, можно вернуться опять к таблице и сказать, что, как бы, смотри, у тебя с таблицей получалось лучше. Значит, ребенку нужно чуть больше времени, чем месяц для того, чтобы, да, перестроиться. Но вы здесь смотрите по ребенку. А потом, вот это количество очков, которые вы рассчитываете, это вы рассчитываете. Ну, то есть, как бы, да, вы можете написать, там, я не знаю, 50 очков. Вот самое максимальное за три недели, которое он может заработать, 50 очков. Ну, не получается у них заработать. Ну, потому что все равно бывают дни, да, скажем так, не лучшие дни бывают у детей. И тогда они ничего не зарабатывали. А психологически не получается, что зарабатывал месяц, да, всякие вкусняшки, призы, все, месяц закончился. Вроде бы научился быть хорошим, а призы закончились. Ну, то есть... Ну, смотрите, когда вырабатывается навык чистить зубы. Ну, как бы, вы их просто чистите и все, потому что это привычка. Это становится привычкой. Хорошее поведение становится привычкой. Вот, когда тебе за это целый месяц давали. Вот у меня, знаете, вот, я пример могу привести. У меня маленький, пошли в садик. Ну, они, естественно, плакали. И я не придумала, что если мы не будем, причем это с утра, когда я поднимаю, у меня это сложная, вообще девочка. И она только ее начинает будить, это сразу уже... Ну, то есть... И я, значит, потихоньку, значит, приз за хорошее поведение, там, в садике, вот, чтобы себя хорошо вести, кто-нибудь плакать. И я каждый вечер стала приходить сюрпризик ко мне в садик. И как бы вот это сюрпризики сентябрь, октябрь, но я как желание получить сюрпризики, там оно не уходит. Вроде бы они уже и ходить не стали хорошо. Можно было сюрпризики уже убрать, но уже они не плачут. Но уже привычка, а сюрпризик, мы сегодня не плакали. И так каждый день мы теперь уже почти месяц не плачем. Ну, но у тебя призики, как же, нужно же тебе, как, привыкли же уже? Я же говорю, всегда есть что-то, что можно апгрейдить. А как мы говорим? Правила поменялись. Правила поменялись, да, смотрите, классно вы научились. Да, ну, выходи еще можно. Да, да, еще больше. Пять и шесть, а по развитию еще меньше. Поэтому они просто как, ну, мы же не плакали. Ну, ага, не за день, а за неделю, вот неделю выйти. За неделю не будет работать, потому что любые долгосрочные цели, долгосрочные наказания, это ничего не работает, это нет. Там маленькие, сразу маленькие шажочки. Ну, то он действует, вот просто начинается, ну, такая, а я сюрприз такой приготовила, так, ребята, которые в компьютере, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, если нет, тогда мы заканчиваем, да, будем заканчивать. Мы заканчиваем, спасибо вам большое за участие. Остаемся, да, здесь звоните, пишите, спрашивайте. Книжка классная, правда.